и снова всем welcome это снова я на этот раз у нас видео пойдет про тайфун на данный момент к нам движется тайфун номер 19 там какой-то хасибиг или хасибиб что-то такое там название точно не помню я напишу там название видео говорят что это будет самый один из самых сильных тайфунов за последние 60 лет за последние 60 лет достаточно большие разрушения должен он принести поэтому многие люди многие люди в японии уже готовятся к нему вот как вы видите сейчас идет до сильной дождь и небольшой такой ветер идет как бы с порывами немного расскажу про то как люди готовятся к тайфуну в японии основной удар и основного это направление ветра идет с юга юг вот с той стороны как видно да оттуда летят брызги все вот дождь идет отсюда и следовательно если окна выходит на южную сторону то надо их оклеивать желательно ну как вы времена войны знаете там вот скотчем там крест-накрестом и пап по периметру или там что-нибудь приклеивали газеты что-то такое то есть многие вот так делают кто-то вот закрывает вот ставни вот как там видно или же окна если там есть на но какие-то знаю занавески или еще что-то то есть но обычно их прям эти занавески прям к окнам приклеивать чтобы если вдруг вибрации или сильные порывы ветра чтобы окна не вылетели значит его внутрь дома не разбились как вот видите здесь достаточно много воды уже но сильный дождь идет говорят до полуметра осадков выпадет за сегодня и завтра но за сегодняшнюю ночь то есть это суббота на воскресенье тут соответственно вот заливает уже так же как вот я приготовился я сейчас немного расскажу но в первую очередь как вы видите вот уже велосипеды лежат они в любом случае упадут поэтому смысла оставлять их стоячими нет поэтому я свои велосипеды но и там еще который сбоку были завалил на бок так будет безопаснее меньше повреждений и вот эта вся конструкция она вместе не уже не улетит если бы велосипед стоял один и где нибудь там стороне накрытый чехлом скорее всего его бы это ну и ветром бы могло сорвать и куда-нибудь в стену вот например в ту стену или вот об мотоцикл об скутер ударить прошлый раз у меня вот мой мотоцикл вот этот синий оффроуд который он упал на мой черный соответственно повредил там плафон фары пришлось новый заказывать с завода что тоже стоит недешево там плафон стоит порядка 7000 йен поэтому чтобы вот такого больше не произошло я их раздвинул поставил раздельно то есть теперь синий байк стоит вот там привязаны к столбу вот этой крыши черный так с той стороны остался но он потяжелее там почти 300 кг там 3260 что ли чуть такое поэтому с ними часа бы не будет а вот синий он 130 кг и когда ветер был вот с той страну точнее с той стороны ветер был северный соответственно вот подножка то она же стоит как бы со стороны ветра и его наклонила и он упал на мой синий на черный байк соответственно повредил там и чтобы вот этого не было я их вот разделил и привязал к столбам чего и вам советую тоже немного и тайфуне значит тайфун движется со скоростью 20 километров в час но это его вот просто скорость перемещения а скорость ветра в этом тайфуне средне это средняя где-то 160 170 километров в час это обычная скорость и плюс в порывах дает до 250 260 километров в час примерно на метр если переводить то это 50 метров в секунду это станку простая скорость перемещения ой вернем простая скорость ветра а в порывах дает до 70 метров в секунду а вот тут новости смотрим мы иногда онлайн поэтому показывать сейчас что тут творится это лайф вот мы живем в кайф канагаве но не в хаякаве соответственно если у вас есть что-то на балконе желательно это убрать как вот видите здесь полки уже пустые сколько какие там растения были я их убрал внутрь квартиры у нас на работе стояла небольшая такая пальма во время тайфуна номер 16 такие так листик покромсала там что теперь она до сих пор еще не восстановилась и там почти все листья по улетали и из-за этого то есть даже вот мелкие растения могут из-за ветра скажем так вылететь из земли и повредить другие растения а большие растения так еще проще вылетают поэтому желательно убирать их во время во время тайфуна внутрь квартир вот окна все задраены ставни стоят на южной стороне от южная сторона я напомню это вот с этой стороны находится вот вот там но здесь люди вообще все по закрывали я не знаю конечно это на зря вот с той стороны вообще это как бы смысла не было закрывать северный потому что вот видно ведь ветер ветер дождь идет с южной стороны но скорее всего когда тайфун пройдет он уже будет с другой стороны дуть посмотрим там и да я уже съездил магазины с утречка вот в эту погоду примерно пока еще ветер не такой сильный купил там покушать соки попить что-нибудь ну то есть нормально некоторые магазины еще работают хотя многие закрыты поэтому если вы скажем так попали в такую ситуацию когда вот объявляется что скоро придет тайфун желательно закупиться заранее но не надо усердствовать как некоторые японцы они скупают вообще там все там хлеб весь купили воду скупили где-то там вообще ничего не осталось на полках в комбине там некоторых ну так до крайности не надо доходить но даже если здесь будет какой-то катастрофа или еще что-то там воду отключат там на несколько дней но всегда можно съездить другой город и набрать там воды это не проблема то есть это не то что вот такие прям стихийные бедствия что прям уж на месяц там отключат все еды конечно тоже желательно брать ну там запасом хотя бы чтобы на недельку хватило обычно я всегда закупаюсь на недельку на выходных вот сейчас езжу как раз купил магазины сегодня работают до трех часов потому что тайфун придет примерно в три часа но начинается такой вот самый пик сейчас два примерно то еще пока еще работают магазины автобусы ходят но не все некоторые не ходят у нас вот даже там где остановки автобусные положили их эти автобусные остановки вот эти указатели уже положили на землю потому что в любом случае их тайфуном всех уложит пусть хоть нормально лежать не повреждены не повреждены они будут автобусы здесь уже не ходят ходят только вот там ближе к станциям но скажу так что поезда уже многие не ходят но поезда вообще одни из самых первых перестают ходить автобусы еще как-то ездит а вот поезда уже все и вот если какой-то там стихийное бедствие тайфун или там снегопад или что-то еще то поезда уже сразу ну еще с утра перестают ходить у нас вот из кто в токио живет они сообщали что многие линии уже не работают там осталось всего две-три линии которые еще как-то работают поэтому если нет своего транспорта то придется идти пешком но такси я не знаю сколько сейчас стоит и ездит ли она вообще но как-то так естественно все учреждения магазины эти больницы или какие-либо насчета клиники муниципалитета все это закрыто сегодня и вообще не работает если у вас какие-либо были планы на эти дни соответственно придется их перенести на значит другие дни обычно они обзванивают всех и предлагают перенести на другой день ну вот начинается потихоньку усиливаться ветер как вы видите такие порывы есть сильные вот даже сюда задувает но основная обидно вот как я уже говорил скорость ветра в порывах до 250 километров в час поэтому как видно нормальный ветерок такой задувает свежо здесь хорошо и самое главное что не холодно не жарко примерно 20-25 градусов тепла оптимально так и так время 9 вечера вот что творится на улице io видео ветер усилился и я и в и А это у нас Тамагава. Тамагава после тайфуна, как вы видите здесь стоят поваленные указатели, там вон деревья какие-то, все еще сильный ветер, на той стороне там вообще жопа, туалеты после тайфуна, вот так вот, вон кстати там унитаз, вот кстати тут унитаз, видно, вот эти водоросли, всякая трава, эти краны, все здесь закидано вот этими кустами, можно так сказать. Там в поле так вообще жопа, что здесь были как бы эти парковки, там места для пикников, огорожено все было, где-то там были бейсбольные поля, там сетками было огорожено. Сейчас покажу. Вот тут туалет вообще снесло кедрение фене. Вот тоже. Это еще повезло, они были вон к асфальту при, скажем так, притянуты за тросами, поэтому не улетели, ну не уплыли точнее. А так тут вот, вообще жопа, здесь вот парковка была, как вы видите, дорогу все там песком уже все занесло. Какие-то кусты, вот тут забор был, вот этот забор огораживал территории, то есть вот это, где ивенты всякие проходили. И забор все посносило. Тут наводнение было, да, дождика, как я говорил, полметра осадки примерно были, за сутки выпало. И уровень воды, естественно, поднялся высоко. Здесь была вода, считай, здесь полностью. Уровень воды, ну чтобы не собрать, вот, наверное, по этим можно посмотреть, видно, да. Вот уровень воды где-то метр, метр или полтора метра от земли был, где-то здесь. Ну да, вот если вот там видно, вон эти кусты еще там сверху даже торчат. Значит, вода высоко поднималась здесь. Это вот буквально вчера вечером. А это все, что осталось от поля для бейсбола. Ну, в общем, все снесло. И там все, мусор дохрена. И тут. И как видно, и там тоже. Вот тут же опять вернулись эти бомжики. Тут потому, что вчера был потоп, они все эвакуировались от реки повыше. Как видно, да, вот сейчас вперед там поехать, там будет вода. А вот что творится с другой стороны реки Тамагава. Пожалуйста. Как видно, это ворота футбольные. Они были вон там наверху. А сейчас они вот здесь в реке. Соответственно, вот это все тут тоже вода была полностью. Ну, может быть, вот этот мост не был в воде, где я стою. То, что это все-таки повыше здесь немного. Но вот там видно вся вот дорога вон в песке до сих пор. То есть... И... В общем, жопа. С этой стороны так же. Здесь все было в воде. Все эти поля для бейсбола, для всего-то для футбола, для пикников и для... Не знаю, гольф тут был, нет. В общем, все потопило. Все разрушено. Все дорожки все разрушены. Или занесены этим песком или илом. В общем, в ближайшее время, пока это все не высохнет, здесь никаких мероприятий проводить не будут. Хотя запланировано там на следующей неделе или когда-то мероприятие. Тайфун, в общем, был сильный только в плане воды. Очень много воды было. А в плане ветра не очень сильный. Не знаю, почему там некоторые люди писали, да, вот, самый сильный за последние 60 лет или сколько там, 70. Ну, я бы не сказал, что уж он был самый сильный. Бывали и посильнее в плане ветра тайфуны. Ну, а воды, конечно, да, много пришло. Ну, вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня рассказать. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте писать комментарии, делиться этим видео с друзьями в соцсетях. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну, а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok